Коллеги. Всем привет. Меня зовут Ксения Михайлова. Я куратор онлайн-выставок Profi Travel. И от лица компании позвольте поприветствовать вас на финальном, на закрытии онлайн-выставки по выездному международному туризму OTM 2020 Рестарт. Пожалуйста, поставьте мне плюсы. Слышно ли меня? Видно ли меня? Да, добрый вечер всем. Отлично. Значит, мы можем начинать со звуком и видео. Все в порядке. Итак, с чего бы начать? Вообще хочется сказать, точнее отметить, что сезон 2020 в корне изменил очень многое в туризме. Начиная от приоритетов по направлениям, которые туристы выбирают и будут выбирать для своих путешествий и заканчивая, разумеется, мерами безопасности в странах, куда туристы поедут. И сейчас уже, когда на многих зарубежных направлениях звучат какие-то позитивные ноты и идеи о снятии карантина или послаблении карантина, мысли об открытии границ для въезда иностранных туристов, именно сейчас максимально важно подготовить российский туррынок к активному восстановлению спроса и все-таки рассказать о всех изменениях, которые случились на выездных направлениях. И пока мировой турбизнес не дает четких ответов на очень многие вопросы, которые у нас с вами есть, Мы в рамках выставки ОТМ Ресар все-таки постарались собрать представителей ключевых для российского рынка зарубежных дестинаций и разобраться, в общем, что же произошло и изменилось на международном туристическом рынке. И сделать эту выставку настолько прикладной, полезной и полной, конечно же, помогли нам наши партнеры. Прежде всего, это наш информационный партнер Ассоциация национальных туристических офисов России, благодаря которой мы смогли сделать три потрясающих круглых стола с 24 странами, представителями Антор. Я очень надеюсь, что все вы, присутствующие здесь, присутствовали на этих редакционных эфирах и круглых столах. И если нет, я вам очень рекомендую пересмотреть их в архиве, потому что на этих эфирах мы обсудили действительно важные вопросы, которые на сегодняшний момент являются ключевыми. То есть это не только как повлияют ограничения, связанные с пандемией, на визовую политику стран, но также и пройдет ли, в принципе, перераспределение турпотоков с массовых направлений на более нишевые. Как изменится медицинский туризм, будет ли у него, произойдет ли своеобразный взлет, как изменится экскурсионный туризм, на какие направления произойдет это перераспределение. И также, конечно же, какие нюансы в работе с международными направлениями стоит турагентам, то есть вам с нами, учитывать уже сейчас. Ну и, конечно же, что немаловажно, как, в принципе, изменится массовый туризм и роль туроператоров после открытия всех границ. Но кроме огромного спасибо нашему информационному партнеру Антор, также хочется выразить благодарность и другим нашим партнерам, офисам по туризму Таиланда, Южной Корее и Беларуси. В том числе и их огромная поддержка сделала возможным весь тот масштаб выставки, который мы с вами наблюдали в течение ближайших трех недель, которые только что заканчиваются. И если уже говорить про масштаб, действительно хочется сказать про 75 часов презентации. Это действительно очень много. И огромное спасибо вам, друзья, что вы все это время были с нами, не оставляли надежд и приходили за новой информацией о восстановлении международного туризма. И также с нами были 11 офисов по туризму. Это Таиланд, Южная Корея, Республика Беларусь, Чешская Республика, Гранд-Канария, Вена, Израиль, Каталония, Кипр, Фландрия и Женева. То есть огромный спектр стран, направлений, регионов, городов, которые закрыли практически все темы туристические, которые сегодня интересуют наших клиентов. Также с нами были туроператоры. Это и Costa Cruises, и Spectrum, туроператоры по детскому туризму, Sunday Travel. Кроме того, с нами были туроператоры, которые выступали в рамках презентации партнеров и офисов по туризму. Это и Vant, и Quinta Tour, и Good Time Travel, и многие другие туроператоры, которые представили свои программы, свои комбинированные туры и новый взгляд на работу с турагентствами. В нашей с вами новой реальности. И, конечно же, с нами было огромное количество отелей и отельных сетей со всех уголков мира, начиная от Турции, Кипра, Таиланда, заканчивая уголками Индийского океана от Мальдив до Занзибара и Тайваня. И, конечно же, с нами было немало принимающих компаний, которые представили свою экскурсионку также по островам Индийского океана, по странам Юго-Восточной Азии и Европе. И многие из этих экстанентов, они не только рассказали о своих продуктах и подготовке к приему туристов, но также и поделились мерами поддержки агентств. Ведь пандемия не только поставила под угрозу жизнеспособность очень многих туристических агентств, но также и существенно изменила принцип работы тех компаний, которые сейчас выживают. И вот как раз, чтобы разобраться, как же теперь работать с запросами туристов, со страхами туристов, как, в принципе, с ними правильно коммуницировать, мы решили прислушаться к нашим с вами коллегам, которые уже очень много лет работают в туризме и благодаря своему большому многолетнему опыту пережили уже не один кризис и прекрасно знают, что ни одно негативное время, оно не приносит одни беды, его всегда можно превратить в какой-то такой своеобразный трамплин, подъем, взлетную полосу для туристического агентства и, в принципе, для работы, для бизнеса в целом. И на редефиле турагенту они рассказали, как, собственно, выстраивать, как стоит выстраивать работу турагентства в нынешнем времени, на что там сделать ставку, какие расходы сократить, ну и как, в принципе, оценивать спрос туристов в ближайшем будущем. Но это тоже не все, потому что нынешняя ситуация, она требует комплексного, полноценного анализа ситуации с разных сторон, и поэтому мы также провели редакционный эфир с первыми лицами массовых туроператоров. Это Пегас Туристик и Яна Подгорная, Анекс Тур и Яна Мурмова, и также туроператор Интурист и Сергей Толчин. И спикеры, директора этих туроператоров, они затронули очень важные темы, которые сейчас, вот, наверное, пакетный туризм интересует больше всего. Это, конечно же, как изменяются и изменятся цены на отдых, и, в принципе, потребительский спрос ближе к концу этого года, да, то есть в осенне-зимнем сезоне и в начале следующего года. Но, кроме этого, они также рассказали, какую стратегию для преодоления кризиса, в принципе, выбрали для себя, и какая информация поступает сейчас к ним от зарубежных партнеров. Оценили ситуацию, рассказали свое мнение по восстановлению международных турпотоков. Также я хочу напомнить или для кого-то, в общем, открыть что-то новое, что для всех зарегистрированных участников нашей выставки в нашем учебнике открыт сейчас специальный материал, который составила редакция Profit Travel по тем изменениям, которые сейчас произошли и происходят в Тунисе. Эта тема не была закрыта экспонентами в рамках нашей выставки, но все прекрасно понимаем, да, что в Тунисе сезон длится до ноября. Мы все с вами очень сильно надеемся, что в августе или в сентябре где-нибудь осенью все-таки международное авиасообщение восстановится, и туристы успеют отдохнуть на море, а турагенты, естественно, заработают на желании туристов полежать на пляже. Этот материал, да, он доступен и открыт уже в учебнике выставки, поэтому если вы вдруг пропустили или не увидели, его приглашаю прочитать, ознакомиться. Там наша редакция собрала не только информацию о новых мерах безопасности и, в принципе, ситуации в стране, но также и поговорила также с ключевыми туроператорами о том, с какими же новыми отелями они собираются работать после открытия границ. Ну, и, естественно, такой объем информации мы не могли оставить вас на обучении без очень внушительных, таких очень приятных призов. В этот раз это у нас ваучер на 4 ночи в отеле на Занзибаре, это Cyclic Resort Spa, люксовый пятизвездочный отель, и также ваучер на 4 ночи в отель в Тайване, Палас Бе Чайна, отель 5-9. Оба ваучера рассчитаны на двоих человек с питанием, завтраки и ужины, и мы их разыграем немножко позже. А пока я также еще напомню, что всем участникам выставки, которые смотрели вебинары в прямом эфире и посмотрели их минимум 10 или больше, уже завтра утром в личный кабинет упадет вот такой вот диплом участника экспресс-курса онлайн-тревел-марк-рестарт. Он будет именным, ваше имя туда подтянется автоматически. Еще раз проговорю, что такой диплом вам подгрузится в личный кабинет завтра утром, не сегодня. Ну и, наверное, тогда мы не будем очень долго затягивать главное действие сегодняшней этой презентации – финальное тестирование. Я сейчас обязательно напомню правила тем, кто их забыл, или те, кто к нам сегодня только присоединился. Финальное тестирование на его прохождение дается ровно 20 минут. Содержит оно 10 вопросов. За каждый вопрос начисляется 100 баллов в лоялти, ваш личный рейтинг, если вы ответили на него верно. То есть сколько баллов вы заработаете за это тестирование зависит только от вас, от ваших знаний. Но сразу предупреждаю, что после течения 20 минут тест будет закрыт, и если вдруг вы не успеете нажать кнопочку «Отправить ответы» или «Ответить» буквально там на какую-то долю секунды, то ваши ответы приняты не будут. Вот поэтому не тяните, пожалуйста, до последнего. Отвечайте на вопросы. Вопросы несложные. Не зарабатывайте свои баллы. И уже после финального тестирования мы перейдем к розыгрышу наших призов, о которых я говорила чуть выше. Напомню, что на призы могут претендовать не только лидеры рейтинга выставочного, но также и те, кто отстают от лидеров, максимум на 400 баллов. Все, кто имеет право на призы, отмечены в нашем рейтинге короной и обязательно попадут на наш финальный розыгрыш. Ну, а теперь я сейчас открою тест, кину ссылку в чат, и после этого пойдет таймер, запустится таймер, у вас будет ровно 20 минут. Еще раз напоминаю. Итак, ссылку я сейчас закреплю. Время на часах 17 часов 13 минут по московскому времени. И, значит, в 17 часов 33 минуты по московскому времени тестирование будет закрыто. Поэтому удачи вам. Не теряйте зря времени. Скоро увидимся. Пока. ТАЖ EXOTICA Резорт и Спар ТАЖ EXOTICA Резорт и Спар ТАЖ EXOTICA Резорт и Спар has time and again been voted as the finest in the Maldives. ТАЖ EXOTICA Резорт and Spa has time and again been voted as the finest in the Maldives. Ситуated on the exotic Imbudu-Finholu Island. This serene yet romantic destination is only 15 minutes by luxury speedboat south of Vilana International Airport. The property's picturesque landscape of pale white sand, crystal blue waters and lush tropical flora brings bliss to every traveller. Taj Exotica seamlessly blends the island's natural aura with contemporary amenities. Personalised butler services, private plunge pools and sundecks with endless views of the Indian Ocean make this private retreat a truly unforgettable experience. Along the beachfront, in the shape of a fish in the ocean, the property has 64 luxurious villas and suites. Guests have the choice to select from Lagoon Villas, Deluxe Beach Villas, Deluxe Lagoon Villas, Premium Villas, One and Two Bedroom Beach Suites and the Rehendi Overwater Presidential Suite that is every bit as lavish as it is grand. This award-winning suite has a freshwater pool and sundeck, two salas and a hammock suspended over the turquoise lagoon. Taj Exotica also promises a culinary adventure for every Epicurean. 24-hour in-villa dining, over-the-water and beach dining, treetop dining, dug-out beach dining, sandbank dining, an intimate evening at the Ocean Pavilion. At Taj Exotica, everything is served tastefully. Guests may walk into Deep End, which exemplifies elegance and romance, with its charming Mediterranean cuisine. 24 Degrees serves a delightful variety of world cuisine. Delicious cocktails and brews are offered at the poolside bar and restaurant. The Equator Lounge allows connoisseurs to choose from wines, traditional vintages, cigars and shishas, all on a spectacular sunset-view patio. Taj Exotica also offers signature experiences to take you on a journey of thrills and sighs. Highly trained therapists of the Jeeva Spa rejuvenate and heal with the help of Ayurvedic therapies and other specialized beauty treatments. The islands of the Maldives unfold before your gaze on the unique 20-minute seaplane tour. A magnificent sunset and the rare grey dolphins come together on the sunset cruise around the lagoon in a traditional Maldivian dhoni or speedboat. Two hearts can truly beat as one with the renewal of vows in the pristine locales of Taj Exotica. Adventure is just a dive away, with water sports such as windsurfing, jet skiing and water skiing, with snorkelling and scuba diving offered at the Ocean Dive Centre. So set sail for a remarkable experience, where every aspect of your stay is treated with meticulous care and a perfect sense. Just listen. Awesome! Good job! Son of a song! Son of a song! Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смачно есть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова разыграем наши прекрасные призы, два ваучера в отеле, один из них в отеле в Зантибаре и второй в отель на Тайване. Буквально пара моментов. Сейчас. Буквально еще секунда. Итак, все, я открыла доступ к рабочему столу. Ой. Да, и сейчас поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы видите мой рабочий стол. Я вот переключаюсь на рейтинг, если все отлично. Отлично. Итак, теперь мы идем в наш прекрасный рейтинг. Я обновляю страницу, и мы смотрим, как же изменился наш рейтинг, у кого сколько баллов. Максимальное количество возможных баллов 7980, то есть на призы, на розыгрыш, который сейчас будет, могут претендовать все агенты, у кого 7580 баллов и больше. Вы все отмечены значками короны в рейтинге. Будем говорить тиарой лучше в нынешних условиях. И давайте сейчас пройдемся по списку, сколько же вас, наших прекрасных счастливчиков. Заранее прошу, если будет немножко подтормаживать сайт, потому что вы все тоже хотите посмотреть свой рейтинг, и идете, пожалуйста, по этому к нам на сайт. Из-за этого небольшие задержки могут быть. Но пока я вижу, что все прекрасно. И вот мы уже видим, что 40 человек с максимальным количеством баллов. Идем дальше. Еще раз напомню, что минимальный порог для розыгрыша – это 7580. Сейчас мы узнаем, сколько же вас таких. 7800 уже. Итак, мы, видимо, приближаемся уже к минимальной цифре. Итак, немножечко тут задержка небольшая в загрузке, я думаю. Сейчас, да. 110 человек точно. Давайте мы пролистаем, посмотрим, сколько же кто-то есть, может быть, еще там. Нет. 110 человек. Ровно возвращаемся на предыдущую страницу. Могут претендовать на призы. И сейчас мы разыгрываем ваучер на четыре ночи в отеле в Занзибаре. Свекли Призот. Пишем здесь 110 человек. Генерируем циферку. 108. Кто же у нас под цифрой 108? Алексей Мокрушников. Надеюсь, я правильно произнесла вашу фамилию. Алексей, я вас поздравляю. И вся команда Profit Travel вас поздравляет. Вы получаете ваучер на четыре ночи в отеле на Занзибаре. И второй ваучер. Сейчас узнаем, кому уже идет. Уйдет на Тайване. Номер 29. Кто же у нас под номером 29? Это Наталья Широкова из Алматы. Наталья, вас я тоже поздравляю. К вам ходят ваучеры на четыре ночи в отеле на Тайване. Сейчас мы вернемся к нашей прекрасной презентации. Призов мало, да, Татьяна. Я вижу, в этот раз у нас ограниченное количество призов, но зато было огромное количество информации. И я хочу, наверное, уже всем вам сказать еще раз спасибо, поздравить с завершением этой внеочередной, но очень важной показательной выставки. Важная почему? Потому что в условиях, когда мы все понимаем, что осенние выставки пройдут с очень большими ограничениями, и поэтому вот наши онлайн-выставки – это, наверное, одно из позитивных и важнейших мероприятий, означающее, что мы все ждем возвращения выездного туризма, и он в конце концов в итоге случится, думаем, что в этом году. И я вас всех приглашаю посетить наш сайт Profit Travel и залезть в календарь выставок, посмотреть какие там обновления, потому что совсем скоро, буквально чуть меньше, чем через месяц, точнее, ровно практически через месяц, мы стартуем со следующей выставкой. Это OTM Arabian Countries по странам Ближнего Востока, по странам арабского мира. Там тоже ждет вас очень много интересной информации, узнаем, как страны арабского мира готовятся к восстановлению турпотока, и также поговорим о всех ограничениях, новинках, новых мерах безопасности. Ну, а всем вам я желаю отличного вечера, отличного завершения недели, и еще раз выражаю огромную благодарность за ваше терпение и за ваш интерес. Ждем вас на следующих выставках Profit Travel. Спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok